Аэропорт Дубай. Вещи мы оставляем. Я реально уверена, что ничего не случится. И идём смотреть с Наташей золото. Ну идём, хоть где-то мы покажем золото, а то вы или они нам точно запретили снимать. Чего? Просто надо справиться. Ну да, ну там такие мужички стрёмные были, которые золото продавали. Честно, у меня же это... Ну такие арабы-арабы. А, ну это 18. Так, 18 карат. За грамм 199 дирхам. А сколько сейчас, я сегодня не знаю. Ну это 18 карат. Ну вот золотые изделия. Смотри, как необычно видеть крестики, да, в мусульманской стране в продаже. Так, ничего не поняла. Подожди, сейчас я покажу. Почему уже в 200 за грамм? Ну, может и знаю какие-то другие изделия. Тут же есть интернет, да? Да. Сейчас узнаю. Что за экстра спешл? Как это понимать? Не знаю, спешл прайс какая-то. Как это понимать? Сейчас мы разберёмся, попытаемся, по крайней мере. Hi, good evening. A what is mean? Special... Наташа интересуется. Наташа хочет посчитать, сколько там от грамма золота будет зависеть изделие. Сколько грамм и сколько стоит работа. Наташа в этом разбирается? Я вам пока покажу. Я хочу понять, я разбираюсь или нет. Браслеты, да, красивые смотреть? Ну, я хочу, например, вот этот вот, подвесочку. Подвесочку? Да. Ну, давай посмотрим подвесочку. This? Yes. Yes. Я думаю, она с бриллиантами ещё. Нет, это... Нет, это only gold. Это так сделано... Женщина меня поняла, говорит, только золото. А вы говорите на русском? Нет. Нет, не говорит. Ну, потому что бриллианты, понимаете? Ну, дай ему, вот, бриллианты. Доллар в доллар. Дирхамс, дирхамс. 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 Двести двадцать тысячи двести девяносто шесть. Почему двести 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 двести? Где ты видишь? Двести двадцать девять и шесть. Ой, считай, вообще, двести двадцать девять и шесть. А how many грамм in this? 1.12. 1 грамм? Можешь в руку взять посмотреть, я покажу просто. Да, я покажу. Это огранка такая, тебе показалось, что... А, нам показалось, что это бриллиант. А, так это такая штучка стоит, не знаю, меньше ста долларов, да? Что-то я вообще уже две тысячи подумала. Какие пальцы красивые. 1.12. Значит так. 1.12 грамм. Сейчас Наташа все посчитает и скажет, сколько это было. Надо узнать. За работу и за что там. Вчера был грант золота 18-ти каратного 168 дирхам. Они же продают. По 200, по 180. По 205. По 205. Ничего такая недорого она накручивает. Так вот, Наташа слышала миф, что золото в аэропорту Дубаи дешевле. Сейчас посмотрим, она его развеет или нет. Так, вот тоже цены. Цены в дирхамах. Ага, цены в дирхамах. И внизу есть доллары, что очень удобно. Понятно, я поняла. Браслет красивый. Что ты поняла? Они уже включают вот в эту сумму. Они уже включили работу. Они уже включили. Ну, налог, но вряд ли не включают, потому что здесь там должно быть налог. А вот 22 карата золота. Вот я хочу 22 карата, посмотрю. Наташа нравится такое золото. Очень красивое. А вот слиточки. Это я обожаю. Это как ты вкладываешь. Вкладываешь в изделие. Ну, как изделие? Изделие слиток. То есть, да, ты не в изделие, ты вкладываешь деньги в слиток. 24. Смотри. Ну да, это чисто. Ох. Такие слиточки. Ой, что это за монетки? Что это за монетки? Что за монетки? Не знаю. Мне такое впечатление, что какой-то... Похоже. Или кенгуру. Австралия. Австралия. Это кенгуру. Кенгуру, да. Хотела сказать еще не кенгуру, а какой-то такой, типа Калка, мне напоминает. Или даже этот, единорог. То есть, надо посчитать, сколько они хотят за... За ручную работу. Ну, за работу, я не знаю, какая ручная. А может, и не ручная. Вот, как красиво. Боже, как необычно. Здесь разрешают снимать. Ну, естественно, паспортный контроль нет, но... В отличие от Ильяна, когда нас гоняли в Ильяне море, вы помните это видео, смотрите по ссылочке вверху. Здесь очень даже комфортно. Ага, видишь, она 22... А, 240 за грамм. Вот цены здесь, да? Видно, и в долларах видно. Красота. Вот и жемчуг есть. О-о-о! Сколько мы его насмотрелись во Вьетнаме особенно. Красота. Красота. Что я хочу сказать. Что? Значит, они на... Хотят 17%. 17%. На 22-каратном золоте, вот я посмотрела. Это много, да? Это очень много. Это очень много. Но здесь же еще не должно быть 5%. Здесь не должно быть 5-процентного налога. Правильно, Ват? Ну, наверное, мы не знаем. Это не за работу, за... Ну, за все-все-все. Они хотят 17%. Я считаю, это очень много. Да, это много? Это много. Вот так вот мы развенчали миф. В Дубае золото в аэропорту. Не дешевле, а дороже. Пойду, конечно, на всякий случай, гляну, проверю-то вам свою сумочку. Аэропорт-то Дубаи, Дубаи. Люди хотят посидеть. Главное, что действительно все хотят присесть. Не украсть что-то, а присесть. Это Дубай. Здесь камеры просто везде. Здесь далеко с этим не отойдешь. Как и во всем море, в принципе. Не, ну сумочки на месте. Уж свой лэптоп даже кинула. Никто не сел. Хотела вам еще один лайфхак показать. Не забывайте, если у вас разрядилось устройство, здесь есть зарядочки. Зарядочки есть. Ага, есть вот такой USB-шный порт. А видите, в Эмиратах такие трехдырочные розетки. Но если у вас зарядка такая, ну, современная, просто USB-шный порт вставляете и заряжаете. Вот, так что все это очень удобно. Пользуйтесь. А в отелях обычно есть переходники, которые предоставляются для гостей, у которых двухдырочная розеточка. Ох, какой же красивый дьюти-фри. Ну что, идем тоже посмотрим, что там есть. Кстати, друзья мои, у меня для вас лайфхак. Если вдруг вы путешествуете с Наташкой и хотите ее просто потерять, ну, вы пройдите мимо зоны дьюти-фри, и она потеряется. Даже не сомневайтесь. Ну, пойдем ее искать теперь. О, Наташа! А я думала, ты потерялась. Я так дурачок спрашиваю, это цена включает налог ватт? Она говорит, нет, мадам, это зона дьюти-фри. Такая, ну да, я понимаю. То есть, все зависит, конечно, машинная работа, то есть, ручная работа, от фирмы, от огранки. Но на самом простом изделии, ну, реально, вот, которое мы взяли, ну, я считаю, что это простое было изделие, то есть, работа без включенного вата, ты мне прямо в лицо, да, 17%. Мы еще вышли уже. Это не дешево. Ребята, это не дешево. То есть, если вам кто-то так сказал, вы просто... Здесь даже нет цен на золото. Как в любом магазине в Эмиратах, должны быть цены на золото. Либо лимонное табло, либо маленькое какое-то табло. То есть, ну, нет, это не дешево. Так, я понимаю, что здесь понюхать вообще ничего нельзя, да? Она даже расстроилась, что не будем мы нюхать, не будем мы сегодня тестировать и рассказывать распаковку. Как это сейчас все работает? Не знаю, просто берешь наугад, наверное. Как это или... Это все, что... Посмотри, как у меня цепочка с этого скрутилась. Новое это, прочтение. А что ж тут покупать, наверное? Ну, все бренды, по крайней мере, представлены. Гути, Шанель, Армани, Диор. Ну, как во всех, в принципе. Во всех дьютиках. Она пахнет. Что пахнет? Крышечка, вот, смотри. А, то есть, сейчас берешь и нюкаешь крышечки? Да, все берут и нюкают. Интересно, как в Украине. Народ, пишите, как у вас в странах. Можно в дьюти-фринюхать чего-то? Нет, не хочу этого. Кельвин Кляйн, Роберто Кавали, Босс. Почему-то запах пахнет. Персонал прикольный, адекватный. Снимать разрешают, приятно. Хотя мы так беспокоились, честно, что в дьюти-фри в Дубае могут запретить снимать. Ой, какой большой флакон. Подожди, Наташ, здесь большой флакон Бербери нашла. Ого, флаконище. Смотрите, какой огромный флакон. Господи, какой грустный дьюти-фри. Теперь посмотрите, здесь какие коробочки. Зато счастье для продавцов, наверное, да? Почему счастье? Они, наверное, тоже от продавцов что-то имеют. Я не думаю, что это круто. А если перевернуть, что? Там нет цен? Да вот есть цены, посмотрите хотя бы. Цены везде есть. Если вам нужна цена в долларах на 3,6,8 билем. Сейчас для Лены покажем цены на Элисап. Нашли подписчицы Лены, показываем. Так, где тут вайт сейчас? Ты видишь вайт? Я не вижу. Она все здесь, но я вайт не вижу. Ну, вот, я думаю, что... Так, возьми, переверни, может, там цена есть. Нет, я думаю, что нет. Нету? Нет. Ну, идем, узнаем цену. Бери коробочку в руку, пошли узнаем. Нет, это 332. Лена, мы считаем, что 332. За 50 миллилитров. За 50 миллилитров, это очень дорого, мне кажется. Ну, вы же знаете, что мы очень много парфюмов уже купили. Вам рассказали. И эти парфюмы мы нашли в интернете. Нам заказали онлайн, нам привезли. Это была классная цена, реально. Мы потом и все фори сравнивали везде. Слушай, это грустное зрелище. Я ужасаюсь. Так не должно быть. Ну, идем, может, алкоголь покажем. Тогда будет зрелище более веселое, надеюсь. Дегустировать нужно алкоголь? А как-то мы летели в Гонконг, да, или в Кала-Лумпур. И там мы прошли и стояли такие бесплатные такие чашечки, не чашечки, а стаканчики коньяк или виски. Мы как-то дегустировались. Что значит коньяк или виски? Там Хенеси стоял, там еще что-то. Боже, нам так плохо было, народ. А мы как раз шли с одной пересадки на другую, по-моему. И нам так, пф, зачем, зачем? Это вот шара, вот это вот ненужное, честно. Слушай, я так понимаю, если ты просишь, тебе дают, потому что ароматы есть. Ну да, аромат витает в воздухе. Мы не можем понять, какой, но точно не ут. Фекалиями не пахнет, значит, витает не ут. Я уже в этом разбираюсь. Подожди, стой, да, сейчас. Сейчас иду. А что-то? Я нашла. Что ты нашла? Они здесь стоят. А, спрятают? Да. Прячут? Боже мой, теперь еще и прячут. Ну не брызгайся сильно. Наташа есть такое, она набрызгивается, где-то 7-8 ароматов выбирает, и потом мы сидим вместе, и мне плохо. Слушай, 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 этот намат просто все очень, ну там... Причем цена? Дай-ка ладно. Освещу людям цены. Рассказывали, что очень крутой, но... Смотрите, очень удобно, доллары внизу под дирхамами. Ага, вот, осветили людям цену. Ну давай, чтобы скучно нашим друзьям не было. Друзьям-подписчикам, которые обязательно подпишутся, поставить лайк. Идемте алкоголь еще посмотрим. А вот параллельно ароматом находится алкогольный магазин. Ну идемте, посмотрим цены. Почему-то я уверена, что будет намного дороже, чем в Украине. Ой, какая сумка. Это что, в сумке уже там, да? Уже алкоголь в сумке прям стоит. Да, чего, смотри. Сколько? 300? Что? За что? Не поняла. Не, я думаю, это за скотч, ну, за виски. А сумка, я не знаю, сколько стоит. Ну, 909 долларов. Нет, там в середине, там в середине. Ну, это любит Дубай такое предложить. И сумку, ну-ка, покажи. Вот эта сумочка просто волшебна. Берешь уже, уже удобно подарить. Сколько она стоит? Ну, я так поняла, вот эта цена. 100 долларов практически. 100 долларов. Ну да, вот она, 99 и написано. Так, вместе с этим, с виски. Это что-то дешево, это же шикарные виски. Сумкашни из кожи, гиппопотомы. Так, ну сколько, допустим, Джемисон? Это у нас 3 на литр. Как это 3 на литр? Ну, 3 литра. 3 на литр? 3 на литр, втроем. Я просто устала спать хочу, я прошу прощения. Надо, конечно, сегодня морожь чуть непонятная. Морожь чуть непонятная, я не знаю. Так, ладно, вот амарулу. Кто берет амарулу, 24 доллара. Ну, это сколько литр, да? Литр, литр. Так, ну давай еще по виске пройдемся. Вот такие вот маленькие малышки. Часто народ берет 12 долларов, гранц. По-моему, у нас такие были 9-8. Это самый недорогой виск, я такой тоже брала, когда в Турцию вылетали, и денег было очень мало. Какие фляжечки прикольные. Наташа, смотри, ты видела, какие фляжки? Да, джембер? Да, вообще классные. А из чего они? А, пластик. Так удобно, такой в карманчик всунул, пошел, выпил в туалетике. Туалетики. Подожди, подожди, я включу эти ликеры еще, чтобы ты купил. А, это просто... Ром, бокс, ром, это ром, наверное. Это ром, так, подожди, сейчас, подожди, еще посмотрю. Может, найду какой-то подешевле, виски нет, вот. Ну, это 50. А это мы, помнишь? Да, это мы во Вьетнаме пили, у нас даже фоточка есть, мы во Вьетнам вылетали. Джек Дэниелс 20 долларов. Что-то тут-то дороговато. Ну, идем ликеры посмотрим, да, там что народ пьет. Мартини, Бейлис. А, Мартини, вон, идем. Ну, вот, как раз мы в Мартини выходим. Ох, сколько же разновидностей Мартини. Ну, 11 долларов, по-моему, это нормальная цена. Ну, классический сколько? Классический. 40 дирхам. 11 долларов и 11 этих центов. Все по 11 долларов. Ну, у нас, по-моему, 7, по-моему, их можно. Боже, уже запутаю здесь. Вот же Бейлис, смотри, вот уже сладенько. Здесь 20% скидка. Строуберин и Крим. Вот такой вот Бейлис. Новый от кого. Не видела еще, он стоит... А это что взбивают? 18 долларов. 67 дирхам, а было 84. Яйцо взбивают. Яйцо взбивать нужно. Иди сюда. Но яйца не продаются. Эйрмейстер. Эйрмейстер стоит. Как я сказала, эйрмейстер? Да. Да, Наташа тоже спать хочет, по-моему. 22,50 стоит. Эйрмейстер. Амара, Монтенегра. Я такого никогда не знаю. Не знаю. Я такого никогда и не знаю. 40 долларов, а вот Шеридан 24 доллара. По-моему, 24 доллара, это недорого для Шеридана, а по Эмиранам. Вот это что? Я не знаю, сколько она будет стоить в Украине. Пантера, да? Или кто это? Пума, не, подожди. А Пума же на самом деле, помните, видим, мы в зоопарке были, а Пума на самом деле, она не черная. Тут бык? Такого песочного цвета. А тут какой бык? Ну, скажи, попа может и быка быть. Это попа Кошкина, ты что? Народ, пишите, чья попа в комментариях. А Кошкина попа, конечно, ты что шутишь? Ну что, идем в локу, смотри. Такие, 27. Ой, это со сливами, да? Ох, со сливами, да. Экстра Эрс. Наверное, вкусненькая штучка, 22 доллара. А где здесь? Брют, брют, ликер. Так, где здесь водка? Ликер. Водки хочу, водки. Шучу, нет, конечно, вы что? Мне еще нужно до трапа самолета, до брести как-то. Я потерялась? Пойдемте. Так ананасик золотой из золота, наверняка. Шучу. А это как она называется? Текила? О, да. Текила, вот, смотри, 21 доллар, 20. Не знаю. Ну, сюда приходит что-то новенькое. Налюйте деньги. Ой, конфетки. Конфетки. Ирландский виски, 13 долларов. Это прикольные конфетки. Да, с ликером. Вон, идем налево. Налево. Вот это водка, я уже вижу. О, Наташа, ну встань рядом с этой водкой, дай я тебя запечатлю. Да не упаси, Боже, не трогай ее, ты шо. Чего? Дай разобьешь еще. А что я? Клича рукой я чешу? Ну, мало ли. Вот Караберто ковали на рот. Он от нас просто не уйдет. Смотрите видео песочные ароматы. После этого видео песочные ароматы востока. Вот надо было снимать. Да, вот надо было какой аромат пробовать. А мы с тобой всего лишь духи-то нюхали так. Так, вот странные девочки. Со стразиками. Фэшн водка. А, да, смотрите. Фэшн водка. Только в Дубае со стразиками. А может не только в Дубае. Так иди сюда с этой стороны. Боже мой, Наташа, иди сюда. Здесь такие черепа красивые. Ого, кристальная голова. 150 долларов. Ну, я не знаю, что там должно быть за 150 долларов. А вот такая вот голова обычная водка. Уловка. 52 доллара. Это в кристальные головы смотрю. Водка Абсолют. Абсолютик. Почем у нас? Ох. Манит. Манит она меня. 20 долларов. Мы будем держаться до последнего. Да, о, Смирновочка вот такая. Они знают, что они вверх ногами написали. Наверное, нужно переворачивать так. Так она, наверное, жареет. Просто под капельницу открывать рот за 47 долларов. И она будет просто литься 16 долларов. Ой, а что это такое красивое? Абсолютно. Ну, я вам и так скажу, что сразу, что вы уже, думаю, со мной давно согласились, что здесь дешевле, дороже намного. Что это такое красивое? Ну, как бокальчик, может, такой. Хэнкрафт, вот ты, боже. Ой, Майот какой прикольный. Что это такое вот? Ай, такая прикольная одежечка для Майот. Это 62 доллара. Мне что-то казалось, что он все время за 100 долларов стоит. 52. Есть 82, 56. Прям немножко разбогатеть и Майот можно покупать. Нравятся такие вот штучечки. Ай, красивые. Но они больше, как, по-моему, для защиты, чтобы не разбился. Бутылек, чем для красоты. Вино, вот, смотри, что дорого. 100 долларов, 166. Что за вино такое? Что за вино такое дорогое? Не, ну, это вообще как-то не очень. 16 долларов есть. Тише, я думала, это стоит. Уже, тоже, оно еще по... Не отклупывается? Ну, жалко, ладно. Ух ты! Вот это на... На придумывали. Зачем же такое? 33 доллара, 33 цента. 3-3-3-3-3. Фарт прям. Прям подкову потом можно делать. 27,50. Наташа сейчас подкову хочет. Так, я так понимаю, мы брать ничего не будем в полет, да? Нет. Так и зачем? Не, ну, вы знаете, на самом деле здесь так, я вам скажу строго. Если вы летите в Эмираты или за Эмиратов, как-то связаны с этой стороной, то вот конкретно бухать на борту самолета очень стрёмно. То есть делаете это очень осторожно. Ну, могут быть последствия. Могут вызвать полицию. Хотя, если вы уже в Украину, летите, может, там ничего такого и не будет. Но, если вы летите в Эмираты, вот, пожалуйста, народ, осторожнее. Я знаю, что все мы любители уже. Такой отпуск начался. Так бухнуть хорошо, но... Еще один лайфхак вам. Будьте осторожны. Вышли мы из алкогольного маркета. Сейчас посмотрим, какой-то подарки арабские есть. Ай, ну и еда, естественно, есть. А давайте посмотрим, что есть покушать. Да, давайте вам цены покажем. Наташа уже хочет кушать. Тем более, так красиво все. Так, озвучиваю. Чикен биряни 40. Смотри. Биряни 40. Это больше 10 долларов. Да, это дорого. Такой вот печенюшка. Это пирожное 28. Какой-то брокки 22. Дирхамо. А это что? Кремовая курочка 42. Паста, паста. Паста. Не дешево, не дешево. Вот такой вот 19. Такой пындек булочка. И донат в 12. А вот резин. Я уже звучала. И круассан 23. Круассан баттер. И чиз круассан. То есть с маслами, с сетем. И с сыром. Сэллот Сезарь 43. Бутербродик 34. 39. То есть это все тут 10 долларов где-то в пределах. Да, вот так вот. Греческий сэллот. Ты скажи, это не терминал 3, да? Это не терминал 3. Это там еще будет дороже. А вот кофе. Кофе почему? Смотрим. Эспрессо. 18. Американо 19. Капучино от 22 до 26. Как и так видно? Кому видно, да? Да, видно. Объединяюсь. Вот кофе. Ну, нормально. Кофе столько же и стоит. И выляйли, если сесть посидеть. Вот маффины 19. И печеньки 14. Кофе, наверное, возьмем здесь, да? Сейчас с нашим... Мы взяли вкусные бургеры с собой. Кстати, здесь уже идет такое вот. Конфетка 6. Всякие, всякие... Такие... Да не Макдональдс, а всякие... Китайская еда какая-то. Какие кафешечки. 6 дирхам, 1 конфетка. 6 дирхам, 1 конфетка. 6 дирхам, это 1,5 доллара где-то. Или 1,6 доллара, смотрите в субтитрах. Ну, так прилично. Надеемся, конфетки вкусные. Ой, а чашечки видела? Классно, да? Декор. Да, класс. Ага, какие шоколады красивые здесь есть. Camel Milk. Смотрите, это шоколадка с молока верблюда. Вот есть по 35 дирхам, по 29. Даже я уже есть хочу. Ну, сейчас пойдем, давай покажем, что можно купить в арабском сувенирном. Много всего. Никого нет, потому что люди сидят, кушают, потому что у людей на денег ночной вылет. Ну, ты что, мы тоже всегда в ночном вылет. В ночном вылете всегда меньше людей. Вот утром, днем, утром, днем, это вот... Сейчас покажем вам магазинчик. Переключаем. Здесь сразу удобно в долларах есть. 6 долларов шоколадка всяких. Сколько в рублях? Вот сколько в рублях? Да, мне иногда в комментах пишут, что сколько в рублях. Ребята, я для всех указываю цену в долларах. Если вам нужно, просто переводите, хорошо? А, ну, вот эти конфеты, которые мы, по крайней мере, более-менее знаем, 750 грамм, 802 грамм, 14 долларов. Знаете, вот дьюти-фри всегда дороже. Вот такие вот 10 долларов, не, они дешевле стоят. Они в Моллах Эмиратов стоят дешевле. Ну, это да. Я помню, сестра мне сказала, ты мне не привози красивый, ты мне привози обыкновенный. Да, привози вкусный, не привози красивый, привози вкусный. Да. Брелочки, если посмотри, почему брелочки, почему монетки. Красивые купила как раз в 26. Сувениры прикольные. 26 и 19. Ага. А, это экспо, это уже к экспо. 20-20. Ну, короче, народ, не успели купить сувенирчики, можно докупить их здесь, но, по-моему, только в аэропорту Шри-Ланке или во Вьетнаме магниты были дешевле, чем в городе. А везде всегда идет такая переплазка, какие-то короны. Зачем эти короны все? Ну, кому-то нравятся. А, королева Елизавета. Да? Элизабет, да, 27 дирхам стоит. Ну, шикарные сувениры, конечно, но, скажем так. Вот, вернемся в Дубай и покажем уже вам, которые, магазины, которые действительно недорогие. 26 дирхам, такой верблюдик. Это то ли магнитик, то ли непонятно, что за 15 дирхам. Магнит, магнит такой. Чашечки есть. Чашечки красивые. Но, опять-таки, это все 47 дирхам или 41, это дорого. 47. Это все тянуть с собой вручную, это, чтобы не разбилось сложно. О, там рах. Это очень вкусные, очень вкусные конфеты. С фиником и орешком. Ну, я не знаю, какая здесь цена. Мне что-то кажется, что они дорого стоят. Да, 18 долларов. Ну, что-то они загибают здесь цены. Видите, вот конфеты самые вкусные. Я вам рекомендую именно вот эти конфеты. Но лучше брать в моле. А вот и самые финики. Ну, конечно же, все везут финики. Давайте посмотрим. Свежие. Да, свеженькие, кстати. Килограмм 21 дирхам. Это хорошая цена, я вам скажу. Это хорошая цена. Финика 21 дирхам. А вот есть такие. Ну, они не очень хорошо выглядят, но они очень свеженькие. Они точно вкусные. 20 дирхам. Ну, это хорошо. Это хорошо, хорошая цена. Вот огромные такие. Ой, какие мягкие. 12 долларов 46 дирхам. Ну, вот. А, это написано вообще 20 дирхам. Я думаю, 20 дирхам. А это 13 долларов стоит. Ну, вот финики хорошие, вы знаете. За 23 доллара. Ой, свежие, свежие. Финики можно здесь брать. А вот финики с орешками тоже вкусные. 18 непонятно чего. Только 18 дирхам 5 долларов. И свеженькие. И 20 дирхам. А, это 20 дирхам 5 долларов. Вот эти вот, которые мне понравились. Слушайте, ну финики обалдеть, какие хорошие. Вот еще коробочка с орешками 5 долларов стоит. Ну, такой подарок ничего так. Конечно, опять-таки, повторюсь, можно, можно найти дешевле. Можно найти дешевле. Но это вам нужно будет купить все в Карифории или в каких-то сувенирах заранее. Тарелочки всякие, блюдечки. А цен что ли нету? В чем тарелочка такая? Ну, что такое? 55 дирхаму. Как дорого. Что-то дорого. Там финики, кстати, классные, очень мягкие. И цена адекватная. Это я Наташа говорю. Ой, такие штучечки, мы, кажется, видели, когда я озвучивала цены. Я показывала сувениры после мечети шейха Заяда. Посмотрите потом обязательно видео. 42 дирхама. Не знаю, как положить колечки, сережки. Очень красиво. Так, 66, 68. Красивые, красивые кубки. Здесь под золото прям. Ну, вообще просто золото. Сколько такое золото? 78, 75. Ну, точно золото. Так, вот совсем магнитик. Обыкновенно, я скажу, он так выглядит страшненько. Он такой уже, как выцвиши. 10 дирхам. Ну, вот цена ему 10 дирхам, 2,7 долларов. Но можно купить дешевле и интереснее. Стаканчики. Открыточки. Ой, да куча всего еще. Ну, в общем, если попадете в дубайский дьюти-фри, вам точно будет интересно. Красиво. Там магнитик. 25 дирхам. Очень красивый. Очень. Бижутерия есть. Допустим, сколько вот. 36 дирхам. Сережки такие? Что-то я не пойму даже. Пенечка. 22 дирхам. Симпатичная. Что у нас здесь? Магнитики. Это, наверное, какие-то дешевые. Что за магнитики с какими-то градусниками? Ртуть вести? 23 дирхама? Ну, что? Нет, как-то не очень. А вот здесь почему магнитик? Лежит какой-то. Ну, вот такой вот, кстати, вот все достопримечательности. Да? Мечеть Шейха Заяда белая. 10 дирхам. Хороший. А тот немножко высвеший был. Ну, и покажу для деток. Самые прикольные подарки. Игрушки. Это, конечно, верблюдики. Сколько верблюдик стоит? 20 долларов. 16 долларов. 57 долларов. 57 дирхам. Не-не-не, это не долларов. Это что, долларов? Нет, смотри, просто здесь 20 долларов озвучено, а тут ты такая 57 аж. Офигела. Мне вот эти нравится. Посмотрите. Подожди, какая цацочка. Красиво как. Ну, красиво смотрится. Сколько такой дешевый? Сколько такой дешевый? 99 дирхам. 27 долларов. Дешевый. Кошмар. Тут сразу как. Что? Все свои колечки, фенечки, браслеты положил? Ну, что тебе нравится? Услик? Да. Он тяжелый? Слушай, у меня такое впечатление, что он из натурального сделан. Из натурального услика? О, боже мой. Бедный услик, поставь обратно. 200 дирхам. 55 долларов. Ну, так прилично, я вам должна сказать. Ха, даже всякие кубики-рубики из верблюдиков и парус. И еще верблюдики. А почем такая ручечка, интересно? А, нету цены, непонятно, да? Я еще красивые брелки увидела, покажу вам. Вот, смотрите. И женщина-баба, и верблюдик. Ага, и девчонка такая с чайничком. 15 дирхам. Это магнитик. И брелочек сколько стоит? 18 дирхам. Симпатичные. Эти подарки симпатичные. Ну, также есть всякие такие бижутерии, я так понимаю, наверное, серебро. С камешками, со всеми. Вот такой вот дьюти-фри. Всякие бурж-халифы, всякие парусы, которые называются бурж-аля-раб. Очень много всего. Вот за 12 долларов. Тарелочки. Тарелочки все есть. Давайте почем тарелочку уж гляну. И пойдем из Таташи кушать уже будем. 80 дирхам она стоит. Вот, ну, да. В общем, дьюти-фри дороговатый. Но погулять здесь, все потрогать, это одно удовольствие. Так, ну, будем уже идти. Кстати, пока ждем посадочку. Расскажем вам, как мы летели Мау. Ну, да. Продолжение следует...